Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я Василёк, задание понял, приём? С кем это он? Куда это он? Давай, выпускай нашего маленького шпиона Вот это устройство! Лежи себе на диване и наблюдай! Лютик, приступаю к выполнению задания Шпион обнаружен! Кажется, наш шпион спалился Слышал звук? Показалось! Нужно изобрести что-то более хитрое Похоже, наш дед Настоящий шпион! Лютик, я Василёк Объект вижу, приступаю к выполнению задания Да! Лютик, в шпионах Да! Субтитры сделал DimaTorzok Сломалась, что ли? Смотрите, что у меня есть! Так это ж наше... А ну-ка, признавайся, где ты это взял? А вот где! Василёк, это Лютик! Операция завершена! Отбой! А? Слышал звук? Показалось! А, так значит, дедушка был всего-навсего приманкой? И никакой он не тайный агент! А вы говорили, малышей не берут шпионы! Ну? И кто из нас шпион круче? Лиза, что-то случилось? Я хотела приготовить пиццу, и вот она получилась ужасной! Да, действительно, выглядит не очень. Но ничего, ты учтёшь свои ошибки, и в следующий раз всё у тебя получится! Правда? Конечно! Знаешь, мама повела малыша на детский праздник, и вернётся не скоро, так что я поручаю тебе приготовить пиццу нам на ужин! И помни, главное – спокойствие! Ну всё, мы пропали! Лиза ведь совсем не умеет готовить! А нам её стряпню есть придётся! А что, если ей немного помочь с готовкой? Тайно, чтобы она не обиделась! Хорошая идея! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приходи к ужину Кто-нибудь видел мои очки? Как твои очки попали в моё тесто? Это, как бы сказать, так получилось? Погубил моё тесто! Главное спокойствие, и тогда всё получится! Ох, придётся делать новое! С тестом не получилось, исправим пиццу колбасой! У этой колбасы прекрасный аромат и очень приятный вкус! Она спасёт даже самое плохое тесто! Так, теперь начинка! Лиза! Иди сюда! Я нашёл твой любимый диск с песнями! Никакого покоя! Прячемся! Хорошо, хоть диск нашёлся! Где колбаса? Как теперь делать пиццу? Спокойствие? Пицца будет вегетарианской! Выход всегда найдётся! Надо просто подумать! Готовьтесь! Пицца в духовке! Скоро ужин! Скоро ужин! Ну, конечно же! Готовая пицца за пять минут! Мы закажем пиццу и подменим её! Скорее! Скорее! Ой-ой-ой! Горячо! О! А вы уже здесь? Не терпится попробовать мою пиццу? Ну-ка, попробуем, попробуем! Какая вкуснятина! Просто тает во рту! Что же вы ждёте? Налетай! Это великолепно! Я в жизни ничего вкуснее не ел! А можно мне добавки? И мне! Есть контакт! О, что за штуковина! Оптический телескоп новейшей модели! С ним я рассчитываю совершить ряд научных открытий! Ой! Ого! Ого! Здрасте! Гена! Я совершила научное открытие! Я установила контакт с жителями Луны! Наука не располагает доказательствами жизни на других планетах! Иди, посмотри сам! Как я и говорил, мы одни во вселенной, Лиза! Как? Они существуют! Я сама видела! Деда, а наш космолёт сможет подавать сигналы? Ещё как сможет, малыш! Будем сигналить самым большим фонарём! Нужно установить контакт с инопланетным разумом! Надеюсь, на Луне увидят! Продолжение следует... Класс! Лиза, нужно уметь признавать очевидное Инопланетян не существует Существует! Я видела Ну и где же они? Что это? Малыш, посигналим? Вспомню свою радиолюбительскую молодость От лица Межпланетной Космической Федерации Приветствуем вас, земляне! Это же азбука Морзе! От лица всех жителей Земли Элизы, Элизы! Приветствуем вас, братья по разуму! Ха! Мы установили с кем-то контакт! Земля! Представьтесь, с кем я говорю? Мы Центр по изучению внеземных цивилизаций Скажи, что мы космонавты! И космические путешественники! Ух ты, бух ты! Дедов, бежим туда! Они хотят сесть в лесу! Бежим! Лиза, я тебя недооценивал! Привет! Привет! А вы куда? Мы на встречу с путешественниками! А вы? А мы космическим путешественникам! Ага! Мы модель запускали! Так это вы, братья по разуму? А вы, значит, космические путешественники! Ха-ха-ха! Все говно! Ничего не понимаю! Пойдемте лучше модель искать! Она к реке полетела! Роза! Смотри! Инопланетный разум! Селфи! Это наше все! Представляю, как наши обзавидуются! Шпинат, шоколад и условный рефлекс Не перебивай аппетит перед обедом! А что на обед? Картофельные клетки и салаты шпината! Бе! Нет уж! Спасибо! Поголодаю до ужина! Это что еще за новости? Мамуль! Я обожаю все, что ты готовишь! Но шпинат, это же самая противная еда на планете! А я думаю, самая полезная и питательная Любимая пища всех знаменитых футболистов! Я стану знаменитым и без шпината! Он для меня бесполезен! Я так не думаю! Мне полезно, когда ты готовишь рождественское печенье! Мое любимое! А что, неплохая мысль! Ты съедаешь порцию шпината, а я готовлю рождественское печенье на ужин! Идет? Целую порцию шпината? Нет! Мамуль, ты не волнуйся! Съезд как миленький! За обе щеки уминать будет! Ты что? Зачем маму оголчаешь? Неужели так сложно съесть немного шпината? Мне проще кусок мыла проглотить! Но не могу я! Ничего, наука нам поможет! Метод условного рефлекса! По сигналу сможешь есть все, что угодно! Не задумываясь! Как шоколадки! Шоколадки? Такая наука мне нравится! Ого! Это мне? Тебе-тебе! Но есть можно только после того, как услышишь... Сигнал! Неплохо! Теперь повторим! Мамуль, а можно мне порцию побольше? Ну, конечно! Что за игры во время еды? Ах ты моё солнышко! Мамуль! Просто удивил! Так, для рождественского печенья нужно купить молоко и орехи! Я в магазин! Сработало! Ура! Условным рефлексом! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ах! Ах! Эх-эй! Хватит уже! Ах! 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 Что сейчас было? Небольшой побочный эффект! Ах! 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 Ну вот! Нет звоночка, нет проблем! Ой! Это же мой мобильник! Ах! 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 Так, хорошо! Всё обошлось! Вроде звенеть больше нечему! Мне это не нравится! Я теперь всё время так буду! Не переживай, со временем реакция пройдёт, наверное. Как-то нехорошо на нас смотрит. Привет, мамуль! Мам, мы тут, это, как его... Решили помочь тебе с печеньем. Не знаю, во что вы здесь играли, но в таких условиях я ничего испечь не смогу. Для начала уберёмся на кухне. Знаешь, есть мысль. Заменим рефлекс на условный рефлекс уборки. О, а давай мы себе тоже рефлекс уборки выбутаем. Ха-ха-ха! 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 Задание на лето Так, по литературе. Это прочитала, это записала. Так, краеведение. Показать красоту своего края, местности, где вы живёте, увидеть во обыденном прекрасное или необычное. Зарисуйте или сфотографируйте увиденное. Ой, ну какие у нас красоты-то! Ни море, ни пальм, ни пейзаж нормальных, ни экзотических животных. Фу! Одни только назойливые насекомые. Что снимать-то? Огород? Ха-ха, очень необычно. Куст, ну прям прекрасное рядом. Любоваться совершенно нечем. А ты у дома экзотику не ищи. Ты в лес ходи, прогуляйся. Места у нас красивые. Хм, да? Да-да, и малыша захвати. Познавательно будет. Пойдём, малыш, полюбуемся красотами нашего края. Роза, смотри за малышом, он ещё маленький. Ладно. Путешествие, путешествие! Ага, кругосветное. Тропинка как тропинка, деревья ничего особенного. Ну что ж нам задали какую-то ерунду? Малыш, ты где? Я тут. Не отставай. А долго мы ещё будем идти? Долго, пока не встретим красоты. Зачем? По заданию. Ну ладно. Мне б твои заботы. Ну, и на что тут любоваться? Так, малыш, подожди здесь. Я заберусь повыше и осмотрюсь. Может, увижу что-нибудь необыкновенное. Хорошо. Всё как всегда. Один бурьян дал опухи. О, земляничка. Ещё, ещё. Ух ты, пух ты. Придётся тащиться дальше. Пойдём, малыш. Малыш, ты где, малыш? Малыш! Я тут. Малыш! Тут! Это где? Я в зелёном дворце! Здесь изумрудные потолки и высокие колонны уходят прямо в небо. А ещё, тут сокровища и чудесные угощения. У малыша галлюцинации. А ещё, то чудесные существа. Точно! Он провалился в какую-то яму и ударился головой. И трон с золотыми цветами. А-а-а! Ха-ха-ха! Что я дедушке скажу? Малыш! Отзовись! Что так вопить-то? Здесь я иду, иду. А-а-ха-ха! Так, слезами тут не поможешь. Надо малыша искать. Роза, зачем ты ломаешь зелёный дворец? Малыш, иди ко мне. С тобой всё в порядке. Где ты ударился? Я чуть с ума не сошла. Со мной всё в порядке. Ничем я не ударился. Где ты был? Вон там, в зелёном дворце. Хочешь, я тебе покажу? Я и не представляла, сколько прекрасного у нас рядом. Хе-хе-хе! Ну вот! А ты говорила, море, море! Космический шлем Шлем виртуальной реальности служит для усиления чувства реальности в компьютерных играх. Внимание! Не рекомендуется играть в шлеме слишком долго. Шлем может перегреться и зависнуть. Эй! Ты уже два уровня прошёл! Он сейчас перегреется, а я ещё не играл. Моя очередь! Я же ещё не попробовал красный лазер! Так, вот! Гена! Он что, в космонавты готовится? Куда? Да, и не в наши, а в инопланетянские космонавты. Туда только за хорошие оценки берут. Завтра улетай. Пока! Братик! Правда, что ли? Конечно, правда! Перебежчик! Я его уговаривал, уговаривал в наши космонавты пойти. Стартовал бы, как все, с Бальконура. Домой бы на обед прилетал. А он ни в какую. Пойду, говорит, служить в космический отряд зелёных человечков. Гена, ты что, улетишь на другую планету? Тсс! Его сейчас нельзя беспокоить. Сложнейшая подготовка. Ага! Космический отряд зелёных человечков. Кто же там сварит ему кашу? Мне было так приятно подписывать его дневник. Кто ему скажет с погойной ночи? А если он простудится? Эх, на одного парня в семье меньше. Не улетай! Стойте! Подождите! Девочка, нам очень нужен космонавт в отряд зелёных человечков. Если так, забегайте меня! Ага! Ага! А что случилось? Стой! Куда шлем потащила? Эй! Не дам Генке улететь к зелёным человечкам! Нет! Лизочка, пожалуйста! Ну не надо! Хочешь, я за тебя посуду помою? А? Брат улетает! А тебе хоть бы хны? Куда улетает? Какой брат? Лиза! Этот шлем очень дорогой! Дорогой? А Гена тебе не долог? Ну как ты могла мне поверить? Отряд зелёных человечков! Гвоздья, педы! Прощай, братишка! Мы больше никогда не увидимся! Но я навсегда запомню тебя в этом шлеме! Прощай, семья! Пора лететь! Меня ждут зелёные человечки! Ни за что! Малыш, стой! Гена, я не хочу, чтобы ты улетал! Малыш, я никуда не лечу! Но похоже, летит папа! Лучик! Ну, Геночка! Ну, последний разочек! Помоги сделать домашку по математике! Сказал нет, значит, нет! Некогда! Геночка, мне завтра сочинение сдавать! Когда будем писать? Ничего мы не будем! Занят я! Пусть сначала мне с математикой поможет! А сочинение? Гена, расскажешь конёк-горбунок! Ты обещал! А! А! Может, теперь вы от меня отстанете? Лучший учитель по всем предметам! Внимание, внимание! Начинаются испытания лучшего учителя! Сокращённо, луч! Пылесос? Программа создана под корпус пылесоса. Работает на батарейках. Ну, естественно, школьную фарму не носим! Так мы же дома! Дома они! Никакой дисциплины! Ладно, давайте знакомиться! Лучший учитель по всем предметам! Иван Карлыч! Сокращённо, лучик! Ну-с, чему учить будем? Сокращённо, лучик! У Земли, значит, спутник Сатурн? Честное слово, я лучше него планеты знаю! Генка, мне твой луч домашку вчера сделал по математике! Всё неправильно! Опять двойка! А мне за сочинение целых две двойки поставили! Мало того, что Иван Карлыч в литературе ничего не понимает, ещё и ошибок наделал! Я ещё вчера заподозрил, что никакой он не учитель! Ну, я ему сейчас! Жар-птица его и спрашивает, конёк-горбунок, что у тебя в горбу? А он ей вода! А у тебя пикивая или из-под крана? Из-под крана, значит, самозванец! Я! А кто сделал тридцать орфографических ошибок? А по математике ни одного верного решения! Что же ты, Иван Карлыч? Ну-ка, иди сюда, гениальный учитель! Голову нам морочил! Догонялки! Не трожьте! Я буду жаловаться министру образования! Я тебе сейчас пожалуюсь, шарлатан! Попался? Отключайте его! Бедный я, несчастный! Не видать мне моей мечты! Мечты? Я был программой уборки! Но потом в меня забрался вирус! И его удалили вместе с моими знаниями! А я всегда мечтал быть учителем! Вот и решил попробовать! А меня... Отключать! Ребят, им так грустно! Да-да, и одиноко! Но если вы мне поможете, скоро я смогу стать настоящим учителем! Геночка, подтянешь его по предметам? Пожалуйста! Так и знал, что этим закончится! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билет на юг Машинист малыш Барбоскин желает вам счастливого пути! Сохраняйте билетики до конца поездки! Ту-ту-ту! Тю-ту-ту-ту! Тю-ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ой! А где же папин билетик? Малыш, мама сказала, чтобы ты шёл домой. С кого выходим? Ты что, взял наши билеты? Игрушки же тоже хотят на поезде прокатиться. А без билетов нельзя. Вдруг придёт контролёр. А где папин билет? Потерялся. Это всё зайка. Он потерял. А я ведь говорил, сохраняй, зайка, билетик. До конца поездки. Надо его найти. Нам пора на вокзал ехать. Я уже здесь всё перерыл. Ты представляешь, как папа расстроится? Все поедут на юг, а он не поедет. Ладно, попробуем исправить положение. Алло, билетная касса? Можно купить билет на юг для моего папы? Не осталось. На юг нет, только на север. Ну, давай на север купим. Должен же папа хоть куда-то поехать. Давайте на север. Сколько, сколько? Спасибо. У нас денег не хватит. А мы нарисуем билетик. Будет как настоящий. Куда же делись эти билеты? Папа, папа, вот они. Малыш, ну как же так? Ты взял билеты без спросу. Зайка попросил настоящие билеты. Я не мог ему отказать. Малыш, без спросу чужие вещи брать нельзя. Надеюсь, ты это понимаешь. О, а это что такое? Твой билет. Малыш, это не мой билет. Где мой настоящий билет? Папа, он, он. Вот он. Лизка, отдай мой купальник. Я не ввала. Роза, у меня глобус не помещается. Мам, ты зачем мои гири выложила? Ребята, выходим через 10 минут. Папа, держи его. Держи, держи его. Держи, держи его. Папа, прыгай. Я ловлю. Папа, ну его этот юг. Папа, поехали с тобой на север. Будем с белыми мишками жить. Эх, такой же ты у меня все-таки тяпушка-растяпушка. О, мой билет. Твой билетик, ура! Ничего, там кричите. Нам пора выходить. Поднимайтесь скорее. Ура! 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 Ну-ка, не толпимся, проходим. Ну, теперь все уедем. Правда, малыш? Правда. Ну, какой же все-таки папа. Тяпушка-растяпушка. Амнезия. Дружок, ты когда найдешь мои наушники? Неделю назад взял на пять минут. Да найду я, найду. Рост, ну уйди, проигрываю. Дружок, папа нас давно просил полку у девочек повесить. Пошли. Генныч, давай завтра, а? Не забудь. Гвоздь мне в кеды. Как же, Тимоха, этот уровень прошел. Дружочек, помнишь, я за тебя дежурила? Сегодня ты вместо меня. Ладно, ладно. Смотри, не забудь. Как сговорились. Не забудь, не забудь, забудешь тут. По сюжету боевика, герой Брэда Питбуля теряет память в результате удара током. Удастся ли ему вспомнить все и раскрыть заговор мафии? Смотрите блокбастер «Непомнящий» в кинотеатрах. О, а может мне тоже, как в этом фильме, память потерять? Не придется делать кучу всяких неприятных вещей. А? А-а-а-а-а! А-а-а-а! Зарядное устройство было уже довольно потрёпанное Видимо, он хотел зарядить телефон И его ударило током Где? Кто я? А вы кто? Ты дружок Барбоскин, а мы твои братики и сестрички Братики и сестрички? Похоже, у дружка шоковая потеря памяти По-научному амнезия Бедненький, давайте поможем дружку вспомнить всё-всё-всё Лизка, ты чего? Раз он ничего не помнит, у нас прекрасный шанс воспитать из него приличную собаку Как это? Ну, не говорить ему про его вредные привычки и увлечения, а рассказать про полезные Боюсь, что природа всё равно возьмёт своё, но попробовать можно Мы всегда гордились тобой, дружок Правда? Да, ты у нас в семье главный помощник по хозяйству Тебя хлебом не калми, да и посуду помыть или в магазин гонять А щедрый какой! То наушниками поделишься, то поиграть на компьютере позовёшь Пойдём А вот твоя комната Здесь всё, чем ты увлекаешься Музыка Как ты играешь на свиелии? В школу обожаешь ходить Любимые предметы – история, химия, физика А ещё ты очень-очень любишь природу Разводишь вместе со мной рыбок, пчёлок Ну и главное – не минуты без дела С чего начнём? С музыки, кулинарии, лукоделия Вот я и решил прикинуться, что память потерял Геныч, я понимаю, виноват Но не могу я так больше Придумай что-нибудь, умоляю Эх, дружок, дружок. Сейчас попробуем нейтрализовать последствия амнезии. Я сконструировал специальный прибор. Значит, договорились. Больше никакого обмана. Клянусь футболом. Так, включаем. Ура! Я все вспомнил! Ой, я это снова я! Долой вязание! Ну, надеюсь, ты вспомнил и про дежурство. Не вопрос, Лиз. Где швабра? Кстати, помню, наушники и полки. Да я уж теперь ничего не забуду. Гена, внучек, какой-то интересный аппарат придумал, чтоб память возвращать. Можно мне маленько попользоваться? Я как раз мемуары пишу. Надо кое-что тут освежить. Самый честный город. 23 июня, 19.00, финал Лиги Чемпионов. Ух ты! Круто! Это же просто мечта! Билет на финал! Надо же! Угораздило кого-то потерять! Коля Шпиц. Школа 63, 8-й Б. Цепная улица, дом 5. Ну что ж ты, Коля! О, двужок! Ты чего такой? Мяч до кольца не смог докинуть. Ген, можно тебя на пару слов? Ну я в восстолге! С чего вдруг секреты? Больше двух говорят вслух. Мужской разговор! Ген, ну, я знаешь чего? Я просто спросить хотел. Вот если бы ты какую-нибудь вещь нашёл. Ну, например, суперский микроскоп. Ну, там, самый лучший, к примеру. Ты бы его себе оставил, или владельца бы вернул. Это зависит от всего многообразия факторов. Если необратимость процесса... Ген, короче, вернул бы или нет? Вернул бы. Ага. Ну, ясно. Наверное. Стоп, двужок! Колись, что ты там нашёл? Лис, ты чего? Не понимаю. А что это там у тебя? Отстань! Нет там ничего. А ну-ка, покажи. Та-да-да-да-ам! Ты должен вернуть билет. Этот Коля Шпиц, может быть, всю жизнь мечтал сходить на финал. Да на финал вся страна мечтает попасть. Пошли, прямо сейчас. Отстань, Лиска! Некогда сейчас. Сам отдам. Без тебя. Да дам! Точно! Обещаю. Так, всё. Лис, представляешь, хотел отдать билет и потерял. Ума не приложу. Куда подевался? Дружок, смотри, я книжку у тебя взял почитать, а то билет нужен. О, спасибо, малыш. Лис, я верну. Ну, я сам понимаю. Смотри мне. Ну, ура! Представляете, потерял кошелёк, а там вся моя зарплата. И вернули. Какой-то студент пришёл в офис и отдал. Поразительно. Последнюю неделю по всей стране проходил тайный конкурс «Самый честный город». Так как все замиранием сердца ждут финала Лиги чемпионов, то мы разбрасывали кошельки с билетами на этот решающий поединок. Там же был указан адрес владельца. Самыми лучшими показателями по возврату находок вперёд вырвались два города – Далматинск и Пёсбург. Неужели ничья? Да, но в последнюю секунду прибежал дружок Барбоскин и вернул билет. Ого! Они меня фотографировали? Итак, Пёсбург – самый честный город. Все участники конкурса, вернувшие находки владельцам, приглашаются в студию. Каждый получит билет на финал Лиги чемпионов по баскетболу. Ура! Наш город самый честный. Ура! Молодец, дружок! Спасибо, дружок! До свидания, дружок! Я попаду в дружок! Да! Субтитры подогнал «Симон»